Смотрите, вы сказали по поводу Европы, что Европа в принципе осознала, ну скажем, суть природы России в нынешних условиях. И является ли это гарантией того, что, ну собственно, вот эти колебания европейцев, которые были для Украины на порядок более опасными на начальном этапе войны широкомасштабно и особенно до нее, да, когда по сути Франция, Германия там были готовы идти, особенно Германия, на те или иные сделки там с русскими, вот, что это уже в прошлом. И вот на фоне вот этой вот как бы опасной достаточно для Украины линии внутриреспубликанской партии, Европа сегодня, ну скажем так, более стабильна в плане предсказуемости поддержки Украины. Ну я имею в виду Францию, Германию прежде всего. Я бы на месте Европы взагалі тапил за гарантией безопасности и за членство в НАТО. И чем быстрее, тем на по, тем крутейше. Я, например, не включаю, что в какой-то момент, если европейцы відчуют, что в Штатах происходит что-то, что есть загрозой для солидарности коллективного захода, то в Европе появится желание более серьезно разговаривать с китайцами и укладать с ними не совсем понятене какие-то домовленостей про безопасность и не только про безопасность. Так что на месте американцев я бы очень обережно вот так пытался тасоваться по сеансу, как это делать в своей статье Робосфаме. Я же скажу, я статью не видел, завтра ранком почитаю. Но Киссингер был классный в 70-х годах минулого столетия. Сейчас классика Киссингера, ну вы знаете, что история повторится один раз как трагедия, а второй раз как фарс, как прикол, я бы даже сказал. Фарс – это такая большая перспектива. Поэтому еще один Киссингер за 50 лет, вот я думаю, что сам Киссингер не фанат своей реинкарнации. Если в Россию прикалываются и сделали, как они сделали Жириновского, по-моему, с штучным интеллектом, то есть я это читал. Вот сделать еще одного Киссингера, который, ну не совсем штучным, но тем не менее интеллектом, это, как на меня, плохая идея, и американцы могут реально понять, что они в этом мире только американцы. И тогда им будет реально «Make America great again». И над этим уже нужно будет замыслитись, куда они взагалі прагнули. Ну так, не очень оптимистичненько, я бы сказал. Ну, нет, 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 пане Юрий, я вважаю, что с оптимизмом у нас все окей. И я вважаю, что наш оптимизм має базоваться на том, что будь-який лего, который в будущем будет, он без нас не складывается. Тобто, навколо будь-яка система безопасности в Европе, або евразийская, або двое, которые будут накладываться, или не будут накладываться, они так или иначе без нас неможливы. И, конечно, наше ключевое вопрос – это модель безопасности для Украины в будущем. Неважливее вопрос для нас нема. Все інше можно как-то там полотнадить. Но это модель безопасности. И я вважаю, что европейцы сейчас мают быть зацикавлены, я не скажу, что больше американцев, это звучит как-то цинично. Да и неправда, оскільки в Штатах теж є багато світлих ролев, которые понимают, что Украина важлива. Но тем не менее, для европейцев это может стать в какой-то момент вопросом эссоциальным. А также может стать очень важным вопросом для китайцев. Если китайцы понимают, что подальше послабление всех основных графов ведет через разумную, смарт-поддержку Украины, то китайцы это сделают. А восьмами тогда и хай пишут черговую статью. Продолжение следует...